В сорок первом год потери страха заревым кровавым племенем. Двух парней в растерзанных рубахах вводили утром на расстрел. Первым шел постарше, все при нем, и силушкой стать, а за ним второй. Пацан без усы, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенела старенькая мать, о пощаде немца умоляя, найм, твердил он важно, расстреляют. Нет, она просила, пожалеть, отмените кать моих детей, а взамен меня, меня убейте, но в живых оставьте сыновей. И ответил офицер ячинно, ладно, матка, одного спасать, а другого убиваем сына. Кто тебе милее выбирает, как в смертельной этой круговерте ей суметь кого-нибудь беречь, если первенца спасет от смерти, то последующая обреченная смерть. Зарыдала мать, запрещитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, то дороже, то роднее ей. Загляд туда-сюда переводила, о, не пожелаешь и врагу. Молк таких сынов перекрестила и призналась фрицу, не могу. Но он сырил не пробиваем, с наслаждением нюхает цветы. Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты. Старший, виноватый, улыбаясь, младший во груди прижал. Брат, спасайся, но я останусь. Ты не жил, а я пожил. Младший, виноватый, отозвался. Нет, братишка, ты спасайся. У тебя жена, ребятишки, что тут выбирать? Тут учтиво немец молвит. Битте, отодвинул плачущую мать. Отошел подальше деловито. И махнул перчаткой. Расстреляет. Ахнули два выстрела и птицы, дробно разлетевшись с небеса. Мать рожала мокрые ресницы. На детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспробудным сном. Две ее кровинки, две ее надежды, Два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить ее, свиночка, не цвести. Дура матка, получает немец. Одного могла бы спасти. А она, поюкая их тихо, Вытирала кровь сыновья губ. Вот такой убийственно великой Может быть у матери любовь.